всем большой привет ребятушки с вами мэри геймс мы с вами снимаем новую серию по планету сегодня 14 февраля и записываю я ролик именно сегодня потому что очень очень вас всех люблю поздравляю с праздником напишите как вы празднуете вы и я сразу скажу что мы никогда особо его не праздновали да в школе я помню это было такое чувство что покупка валентинок там все дела но как бы школка все все прекрасно понимают но сейчас как-то совсем иное отношение к этому празднику хочу узнать как у вас это все проходит мы с вами сегодня делаем два вольера смотрите что я придумала здесь вот сделала такие ответвления здесь дырок не осталось потому что я повставляла стеклышки как покрасивше это сделать не знаю вот пока что вот ну как то так только придумала другого варианта какого-то у меня нет поэтому что есть то есть еще был вариантик добавить знаете как вот так вот чтоб типа но сплошняком прошло но мне не нравится то что здесь вот образуется такой вот как бы крыша в крыше я не знаю по мне так не очень хотя целостная картинка получается лучше напишите в комментариях как вам больше нравится я пока оставлю если что потом уберу я здесь сделал две заготовки для двух видов животных я конечно же уже наверняка все спалила и в названии в составке поэтому гадать даже не прошу давайте с вами здесь сделаем водоемчик нет стоям бах мне нужно вот так вот так то лучше сделаем водоемчик сразу же и попросим чтобы нам принесли наших животных кстати сейчас я проверю еще нет лучше не появились какие-то не очень самки нынче у гиен возьмем эту самку и какого самца бы взять час но давайте пока вот этого который не очень потом того переберегу на потом пусть тащат сюда вот тут у нас с вами будут жить гиены они живут всего лишь до четырех особей хотя потребность в пространстве у них большая вот пятнистая гиена смотрите на одну особь больше тысячи квадратных метров максимально четыре взрослых особи по моему не да да это полторы тысячи ну плюс еще не забываем про малышей как бы да как минимум а у нас в этом вольере всего две с половиной тысячи мы сделали блин я забыла в карантин на самом деле их засунуть поэтому так плохо ладно а еще хуже то что они здесь могут выбежать так вот это вот хорошо что решила провериться сразу же не забывая потому что я понимала что здесь такой склон достаточно хорошо проходимый для них хотя не сказать что они прям скалолазы сейчас вот так разместим сразу сделаем просто чтоб я об этом не думала чтобы можно было спокойно снимать игру с паузы и не болела голова о том что они сбегут хотя бы так ограничить а потом уже буду смотреть да вот сюда вот могут подняться максимальные все отлично так остановись пожалуйста сделаем водоемчик опять же я не люблю ставить эту поилку специальную как бы да ну не чашу не колонку но не нравятся они мне я вот люблю когда у них такие скажем естественные водоемы по ландшафту давайте что я включила не то давайте по ландшафту добавим им землички можно наверно рыхлую землю добавить здесь возле водоемчика добавим камень нормальным с камнем побольше низкой травы не хватает низкой травы давай и земли теперь стало мало но землю ладно я потом добавлю главное сейчас с травой разобраться то что высокой типа предостаточно вот а теперь сделаем землю наверное вот тут все таки переход от камня к траве вот прекрасно теперь по ландшафту их все устраивает по растениям они в принципе так нормально относятся к растениям потому что у них вообще пишется что они якобы в тропиках в тропической африке живут но тут как бы биом лука поэтому сейчас добавим им растений чтоб все было покрасивше позеленее так но у самых камней не знаю ставить ли здесь вот сейчас поставим до в угол ну-ка ну нормально потому что он там пустует все равно чтобы как-то вот это вот мне очень нравится деревца еще раз вот это у меня новая любовь появилась и растений так можно как да вот для биома африки мне теперь акация и вот эти вот дуб так не знаю не знаю не он вам счет травушка любимая сразу же ее сюда где это уместно более-менее распихать там вот честно ставим да это особо нигде не видно но хочу чтобы там она была просто хочу чтобы знаете даже когда издалека люди смотрят там как бы ну поживее как-то было что ли потому что вот здесь вот такая классная смотровая площадка получается водоемчик у как раз вообще здорово так никакие пальмы по мне так сюда не не вяжутся они вписываются это что то что-то вот такое я бы может быть добавил еще деревца прикольно смотрится да она мне нравится определенно вот эти вот как-то тоже краснолистные ну по мне так сюда вообще не канают добавим немножечко вот этой вот темки так отлично но еще камни камни обязательно ну я же без этого не могу мне надо так ландшафтный дизайнер во мне дремлет поэтому как ставлю так ставлю мне так нравится очень даже так что еще вот эти вот хорошо смотрятся но блин тоже слишком много деревьев ставить как-то не очень хочется сейчас давайте подумаем я честно говоря ладно давайте расставим наверно игрушки кормушки а там посмотрим может быть добавит чего-нибудь просто пять процентов всего лишь можно еще тут наставлять и наставлять сразу поплыло так мне еще хочется проходимость вольера посмотреть для персонала почему он мне показывает вот эти вот все вольеры кроме последних чё за прикол алё или типа вы привязаны к этому не вижу еще вон тот вольер который не привязан вообще бредятина если кто-нибудь знает с чем это связано я была бы очень признательна если вы мне рассказали ладно пойдемте по обогащению среды тихо отвисаем кстати поставила здесь все-таки водичку потому что очень далеко людям отсюда куда-либо еще идти за ней чтобы они у меня там не страдали особо ой ребят извините охота спать после работы так сейчас сначала подстилку на китаю до среднее спальное место должно за головой хватить им средних мест вот так я думаю нормально будет и что мы здесь кормушка кегля кстати не видела интересно но мне интереснее конечно же вот такая вот кормушка но еще пиньяты пиньяты я очень люблю где-нибудь пиньяту так разместить чтоб людям видно было хорошо вот здесь пиньяту наверное а вот тут могу под деревом поставить вот такую кормушку по моему классно вот тут вот прям мне нравится так по игрушкам ну конечно же мешок запахом добычи куда без этого правильно жевалку фонтанчик куда-нибудь по классике мы на берегу поставим сюда что им еще можно можно конечно же маркер с запахом крови но не знаю так кинем сюда и коробку да ё-моё привязываешься к этой стенке коробку ну и давайте наверно мячик чтобы им тут весело было вот так и вот теперь я понимаю что мне не хватает здесь растений типа одни игрушки вокруг ничего больше мне нужно растение разместить можно даже вот такую акацию ну-ка как это отсюда будет смотреться но она слишком большую тень дает не атакацию не хочу может быть такое тихо ну блин пальма я тут совсем не вижу они мне кажется здесь лишними но хочется что-нибудь такое тоже такое может быть акацию поставить но другую у нас тоже акация только каштановая но в принципе наверное пойдет но более-менее хотя бы моя любимая травушка муравушка теперь пойдет занимать все вот эти вот места тут конечно рядом скала и они здесь будут добывать прыгать к этому столбу ну да ладно вот так поставим игрушки мы не закрываем травой просто они все равно и будут выносить с этих мест изначальных так что это ни на что не влияет тут конечно же можем травку накидать вот здесь получается так пустенько конечно но я предпочту сильно здесь ничем не заставлять пусть лучше у будет местечко где они могут нормально побегать вот так еще камушек здесь кинем так сейчас давайте посмотрим но вот отсюда со смотровой как бы площадке да по мне так классно получается их вон видно даже вход вольер видно хотя это как бы не нужно здесь достаточно зелено при этом так вот здесь вот все свободно просматривается отличный к водоему и лежанки их просматриваются игрушки и с этой стороны все отлично видно тут вообще будет видно и как они лежат и как они здесь кушают давайте еще к ним к самим заглянем по моему хорошо посмотрите они не из трусливых так что им такие стенки вольера очень даже подходят хочет по моему здорово назначу сюда еще смотрителя надо это по-хорошему сразу сделать чтобы им тут уже еду приносили все дела так у нас интересно есть лишние смотрители лишних наверное нет ладно давайте тогда сейчас попрошу все-таки чтобы нам хотя бы гиеновых собак которых мы заселим другой вольер отправили в карантинную зону хотя бы парочку и пройдемся еще на рынок животных гиеновых собак посмотрим дополнительных он самочка еще не неплохая такая у них принцип доминирования в стаях они большими группами живут до 27 особей что ли поэтому я сделала для них более просторный вольер не стала его никакими ландшафт ландшафтными такими решениями крупными занимать потому что вот эта скала занимает очень большую часть вольеров вот а и все-таки будет много я им сделала такие сразу укрытия три штуки небольших чтобы им было где здесь полежать вот это место мы возможно потом камнями обыграем чтобы это как-то все-таки по симпатичи не смотрелось вот здесь тоже им сделала как был под водоемчик сразу заготовку чтобы было где попить ну и как бы сейчас подождем пока их проверят они все-таки живут гиеновые собаки я смотрела у них и пустыня и луга то есть такая более пустынная местность они могут вот в чистом поле как бы вот я надеюсь что они здесь не затеряются в таком большом вольере что их будет видно давайте мы пока ждем займемся может быть смотрителями у меня там наверняка были смотрители у которых не на у всех есть свои зоны давайте наймем еще смотрителя лучше парочку на все у нас кто на львах есть ли вы я не создавала рабочую зону со львами бородавочника синегальский лев а у них там и так кстати ребята смотрите киси маленькие мои киси у меня тут одновременно обе львицы нарожали так что у нас тут о ты даже золотой блин все равно маленькая продолжительность жизни ли вы у нас тут вообще себя прекрасно чувствуют сразу две львицы родили мне по два львенка поэтому мне тут четверо львят сейчас вообще все чудесно я вот и от их вольера я кайфую больше всего вот мне на данный момент больше всего нравится вольер у синегальских львов еще мне конечно же нравится наши большие вольеры вот этот сафари тоже я от него кайфую и со слонами но и пусть и у нас там слонов так много сейчас стало повырастали но у синегальских львов мне кажется он такой атмосферный получился этот вольер прям вообще он наш так ясно я как всегда не вовремя на чем левят полно львицы отдыхают ребят пишите какой вольер из всех что мы сделали вам сейчас нравится больше всего мне будет очень интересно почитать узнать какое у предпочтение потому что все таки я делаю вместе с вами и мне хочется чтобы вам тоже нравилось то что я делаю и хочется понимать немножечко у себя в голове какие у вас предпочтения так несите нам наших собачек чтобы мы уже на них смогли ориентироваться а я не создала да сейчас создам тогда этот рабочую зону блин на самом деле можно к бородавочником или вам добавить просто еще этот вольер в рабочую зону и просто добавить туда еще одного осмотрителя потому что здесь просто удобнее всего вот три входа вместе сенегальский лев сейчас секунду ребят опять у меня муж сидел за компом откинул спинку стула я думаю чем не так неудобно сидеть вот прям низенько низенько спина назад из-за этого я опускаюсь получается мне плохо видно и пятнистая гиена отлично и еще мы создадим рабочую зону вот эту вот эту пока что здесь будут гиеновые собаки все супер и на гиеновых собак нам нужно назначить смотрителя какого-нибудь свободного так ты сюда а еще 2 мы назначим на бородавочников львов и гиен так вон они наши собаки но они не очень мелкие поэтому в принципе я думаю не потеряются ландшафт им конечно то что я на эту кнопку все время жму ландшафт им вообще как-то не зашел да ну изначальный конечно если у них биомах как бы пустыни то им конечно нужно больше низкой травы и земли давайте сейчас бахнем низкую траву так побольше прям большой кисточкой вот и сейчас возьмем землячку тогда еще землячку здесь вот по берегу как бы вытоптано чтобы было и добавим ее еще вот здесь в местах где они активно топчутся да ну и можно как бы такие места обозначить сейчас мы еще где-то же поставим по любому игрушки кормушки и тогда вообще будет все понятно так ну сейчас по растениям немножечко пройдемся прямо пробежимся да опять же пальмы не хочу я их не очень люблю предпочту наверное все таки те же самые акации что и были кнопа мне тут по столу постучал добавим только все денег как обычно да хорошо что мы все-таки в песочнице и можно здесь так сделать так добавляем акации только я хочу так чтобы это симпатично смотрелось можно какой-нибудь так в центре акацию бахнуть еще тут час у берега поставим ну-ка просто мне важно тоже как это все целостно будет смотреться со стороны посетителей до чтобы понимать там вот мы сделаем это камушком будет вообще бомба тогда так и акации кого мы еще поставим вот эти вот тоже да как в том вольере бахнем хотя блин они учитывая что в такой более пустынные нет давайте мы все-таки не эти а вот такие наверное возьмем они мне больше симпатизируют для такой местности так шиповник ну не знаю насчет шиповника конечно ну тут естественно я же не смогу пройти мимо наставляем здесь зеленушечку так и выставить не буду вот эти вот можно но они выглядят как слишком такая кучковая трава кучковая трава ладно допустим почему-то я вот боюсь поставить рядом с стеклом ну как не то что боюсь а вот я понимаю что не ставлю совсем почему вопрос но если ветки будут сквозь стекло проходить не очень если поставить что-нибудь вот такое наоборот будет же прикольно так сейчас попробуем вот что-нибудь вот так вот пусть стоит наверно да ну тоже пусть будет а то как-то как будто знаете специально вырубали но нет никто тут ничего не вырубал специально ухем и это прям большая такая пухленькая я точно не не поставлю дайте уже сюда пометок не впишутся такую маленькую да можно опять же где скорее всего вот тут вот этот угол по мне пустоват вот это вот бахнем туда пусть будет и сейчас пойдем еще травы накидаем как можно больше травы под деревьями все как я люблю нет там не буду вот здесь вот можно с этой стороны вообще пусто если с этого угла смотреть вот тут еще можно какой-нибудь акацию поставить такую здесь тогда прям такая аллея с деревьями получается но тут-то ладно я здесь расставила домики персонала и знаете типа рядом с ними как будто специально высадили вот а здесь у нас такие ландшафты по-моему симпатично давайте сейчас расставим для них все игрушечки гиеновая собака так а у них с гиенами чем-то отличается гиена вы не видели кстати я когда гиенам ставила я у меня здесь было введено гиеновая собака или как ну ладно в принципе чушь там вроде как гиенам все зашло да давайте сейчас проверю на всякий случай так уже вижу что смотритель нормально проходит давим все нравится так что у них скорее всего совпадает я просто как-то не обратила внимание гиеновая собака все еще с расставим им все то же самое в принципе вот здесь вот разместим такую кормушку вот кегля для них наверно больше похоже еще думаю что для гиен как-то не то по моему блин ну куда я так поставить то сложный выбор понимаете надо игрушки и кормушки чередовать чтобы понимать куда чё надо будет потом посмотреть для гиен может еще игрушки какие-то другие есть до сюда вольер большой поэтому нужно занимать чем получается что есть здесь что-нибудь кинем конечно чтобы было им чем играть нет стоп но неправильно встала так и кормушек сейчас еще добавим тут раз пиньята так тут это кормушка здесь еще мы мячик можем кинуть им вот здесь мы например поставим вот эту а вот тут вторую пиньята можно разместить кормушка конечно прям возле спального места ну ладно вот так вот пусть стоит так и секунду я смотрю для гиены нет не геной а ладно пятнистые да у них все одинаковые так что все ну-ка ну вроде бы это симпатично смотрится посмотрите по моему классно прикольные веке их ушки милые классные он люди уже устанавливается смотрят супер и не смотрится как-то пусто лысо да это я еще вот здесь хочу камушки добавить чуть-чуть самую малость он там уже плавает так здесь еще конечно же вот так вот здесь вот еще сейчас поставим я же не могу пройти мимо и еще где-нибудь там вот камушков раскидаем чуть-чуть как то чтобы рельеф тихо тени не путаем меня отлично мне нравится и теперь я могу разместить еще у нас образовательные экраны какие я что делала а но я их сюда не добавляла да сейчас секунду у меня вот здесь вот были так что-то он выделил не все что мне было нужно все теперь мы это дело копируем и несем сюда есть конечно можно прям на забор прицепить но я не хочу на забор здесь цеплять мне кажется что лучше будет вот так смотреться конечно же меняем на гиеновую собаку и громкоговоритель тоже не забываем вот так можно прям даже на максимум здесь врубить и теперь еще можем продублировать так нормально только выделись мне вот сюда но здесь у нас с другой стороны будет какой-нибудь еще животное поэтому тут желательно громкоговоритель конечно уменьшить куда-нибудь вот сюда поставим сейчас вот так уменьшаем но не настолько как-нибудь вот так вот отлично и теперь да ё-моё выделись ты а вот так так поэтому лучше с первого раза ставить теперь внутренний перфекционист требует поставить поровнее прелесть отлично же теперь ну-ка интересно да гиен хоть какой-нибудь достает только если прям вот тут поставлю ну хоть что-то надо поставить я могу конечно это сделать за кадром но хочу чтобы вот уж как бы посмотрели поучаствовали вообще как как я мучаюсь когда все это делаю так вот тут вот могу разместить сейчас поставим и меняем на гиену теперь громкоговоритель тоже надо уменьшить потому что он достает до до вольера с собаками это будет конфликтовать ну все вроде бы нормально получилось свою задумку с обезьянами я не оставлю я хочу чтобы вот это было как-то так у нас еще есть гепарды но гепардом кстати на 1 гепарда нужно меньше пространства чем на одну гиеновую собаку или на одну гиену не странно посмотрите у них всего 705 метров на 1 они максимум до трех особей то есть им тысячи метров квадратных вообще за глаза то есть какие у меня планы я скорее всего где-нибудь вот тут вот еще отделю меня вот здесь вот скорее всего будет вольер с гепардами а вот здесь вот ну или даже больше мы возьмем посмотрим в общем по-любому будет какой-то вольер с обезьянами с каким-нибудь или с лемурами которые вот будут с одной стороны на другую бегать вот и кто у нас еще такое живет кому нужно большое пространство ну либо еще дальше будут с обезьянами вольеры посмотрим читала комментарии по поводу вольеров какие здесь разместить скорее всего буду правда что размещать черепашек и мне понравилась идея со сквозными вольерами подряд через которые можно пройти то есть также можно будет и фламинго где-нибудь здесь вот так вот подряд сделать черепашки там еще вторые черепашки через них вам тоже можно ходить посмотрим и там фламинго и вот допустим люди через эти все вольеры выйдут в итоге вот сюда к этому выходу вот у меня такая идея как бы давайте мы сейчас ой блин подождите я хочу посмотреть а то когда я потом еще на это гляну я сейчас закрою игру и пойду монтировать видос они классно так смотрятся вообще идет он симба красопеты мои вышагивать такой смотрит то тут у него подглядывает за ним ой ладно на львов посмотрели пойдемте понаблюдаем я вам включу ребяток которых только заселили вот что-то им нравится вот с этой стороны не знаю я вообще-то планировала чтобы они вот тут вот бегали они все там шатаются на пару побежали услышали что и ругаются что непонятно где ходят и побежали ну вылезаем или поплавать вам охота давайте идите мне вольеры нравятся мне удалось вот сделать этот проход чему я очень рада даже мы с магазинчиком там поставить его и вольеры получились такими наполненными что ли я не знаю как вам ребят пишите я кайфую честно вот прям мне очень нравится по моему это выглядит шикарно и функционально и животным все нравится ой ладно ребятки буду с вами прощаться всех вас очень люблю целую жду очень ваши комментарии по поводу дня святого валентина по поводу вольера которого который вам больше всего нравится и мнение по поводу этих вольеров всех вас очень люблю целую всем пока 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 Продолжение следует...